здравствуйте дорогие друзья сегодня продолжаем вас знакомить с ассортиментом пионов в саду ворошиловой мы сейчас вам представим пион клемма называется он 6 муста вот так я показываю специально как он пишется у нас каталоге под номер номером 1914 прелесть этого цветка вот у нас он третий год прелесть этого цветка в том что как клемм пошел на понижение роста и на массовость цветков и получается мы вот оставили все цветки в этом году и у нас из-за чего мы выращиваем цветы из-за цветов и вот этот вот сорт как раз и оправдывает вот это наши наши все труды он дает массу цветов массу цветов на кусте разнообразного и вот этот вот сорт он дает разнообразные оттенки вот как бы неожиданные начинает открываться вот такой желтовато кремовый за том становится может стать вот с такими вот краса розовыми всплесками лепестками открывается вот такой вот желтовато крема и потом такие розовые лепестки могут появиться могут вообще появиться может быть цветок вот такой вот разнообразные сиренево-розовый у него, вот это верхние лепестки, верхний шарик, он такой кремово-сиренево-розовый. Вот этот вот только открывается, вот посмотрите, он желтовато-кремовый. Но все-таки вот этот розовый цвет присутствует на некоторых лепестках. И вот такой вот сорт, который радует нас обилием цветов, как раз то, за чего мы выращиваем цветы. Он говорит, что если вы хотите цветы, вы выращивайте мне из-за этого, я буду трудиться и показывать вам огромное количество цветов. И цветы не просто простенькие, а отличные, разнообразные. На одном цветке, на одном кусте могут 3-4 вида цветков быть. И это очень радует. Запах только слабенький, цветочный. А вот цветок вообще только открывается, он очень изящный, из-за того, что помпончик маленький, розовые лепестки большие. А потом становится наоборот. Помпончик увеличивается, увеличивается, вот так вот увеличивается, становится большой. А лепестки крайне окажутся, становятся меньше, за счет того, что помпончик растет, помпончик увеличивается в размере. И вот таким метаморфозом у нас на фусту мы одновременно видим маленькие цветы, которые только открываются, аккуратненькие, побольше, которые уже начинают набирать серединки. И уже в самом, так сказать, возрасте, которые набрали огромный уже центральный бутон. И некоторые даже играют всеми цветами радуги, вот как вот этот вот цветок. У него кремовые, кремовых мало, а получается больше розовых. Розовых, таких, сиреневых лепестков в центре. И вот такой обильный, легко растущий и невысокий стоп. Ну, наверное, сантиметров 60 в нем будет. Вот у нас третий год, и третий год он выше не растет. Значит, это его предельный рост. Сейчас я встану и примерно скажу. Да, 60 сантиметров. Вот сейчас Юрий Борисович снимет всю эту красоту, всю эту полосу красивую. Мы специально оставили для наших зрителей, чтобы они могли полюбоваться на это огромное большое количество цветов. Вот на кусту она как идет, и весь ряд, весь ряд, все-все почти бутоны оставили. Ну, давайте пройдем посмотрим. Ну, а сколько получается, интересно, бутонов на одном кусте? И вообще, и сколько лет этим посадкам? Ну, этим посадкам, я сказал, уже третий год они тут растут. А цветов, сколько будет стеблей на кусте, столько будет и бутонов. И бывают еще боковые. Но боковые мы удаляем, дабы они не создавались лишней. Совсем-то листьев не будет видно, если мы оставим еще боковые. Вот я смотрю, три бутона рядом, и все они разные. Все разные, да. Удивительная история. Получается, все как бы это, как в семье дети. Вроде бы все это, а все, каждый ребенок разный. Так и здесь получается, у цветка, у пиона, каждый свой цветочек, он живет своей жизнью. И имеет свои характерные особенности. Да, свое лицо. Своё лицо, да. Паспорт. Паспортные данные, вот смотри, какой. Кто же кустик. Я вижу. А я вот, у меня. Вот, паспорт какой. Посмотрим. Интересно. Ну, только пчел все я не видел. Или наелись уже, наверное, или может быть холодно. Сегодня холодновато. А тут обычно пчел не продыхнет. А вот какой красавец, смотри, покажи нашим жителям. Вот соотношение его. Вот разумеет. А вот, смотри, вот этот вот цветок, вот он уже полной, полной силе. С теми цветами розовой радуги играет. Видишь, розовая радуга. Розово-кремовая, желтая радуга у него на лепестках. А вот его брат, рядышком. Он решил в этом году одеться в кремовый такой цвет. И розовый. Брат отдыхает. И это очень хорошо, очень интересно. А лепестки такие вот плотные, прямо такие вот жесткие. Жесткие лепестки. А вот если посмотреть на них поближе, то у них есть такие вот зазубринки. Это создаёт особенное какое-то изящество на краешках. Видишь, зазубринками лепесточки верхние. И это создаёт такими маленькими вырезами, как бы создаёт особый шарм. Интересно, интересно. Вот такой сорт у нас. Ну хорошо, огромное спасибо за то, что вы познакомили наших телезрителей. Наших любителей, цветоводов, профессионалов с таким прекрасным пионом. Ещё раз напомните нам его название, напомните нам его номер. Сейчас я покажу, чтобы уже было точно. Вот так он будет у нас написан. Шестмустар. Номер 1914 на нашем сайте цветокснк.ру Ясно. Огромное спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания. А мы пока полюбуемся немножечко. Всё цветами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова